Друзья, всем большой привет! Легенда советской авиации Иван Кожедуб не нуждается в представлении. Но как он открыл свой счет по сбитым самолетам? И какой именно самолет он сбил? Об обстоятельствах этого боя мы можем узнать из его мемуаров. Как и с любыми мемуарами, хочу отметить, что воспоминание всегда вещь субъективная, порой неточная. Ну, в общем, не стоит про это забывать. Цитирую. 6 июля мы чуть свет уже в кабинах самолетов. Готовы к немедленному вылету. Не отрываясь, смотрю в сторону КП. Вот взвелись три зеленые ракеты. Это сигнал на вылет нашей третьей эскадрильи. Мы в воздухе. Принимаем боевой порядок. Нас ведет Семенов. Гул стоит в наушниках шлемофона. Иногда раздаются чьи-то отрывистые команды. Атакую! Прикрой! Внимание! Слева мессер! А с земли доносится. Соколы! Атакуйте! Бейте их! Бейте! Набираем высоту. Издали видна линия фронта. Пожары. Горят деревни и села. Горит наша и вражеская техника. С земли раздается знакомый, спокойный голос командира корпуса генерала Подгорного. Приближается большая группа пикирующих бомбардировщиков. Увеличить скорость. Встретить врага до линии фронта. И на подхвате голос Семенова. Впереди нас более 20 пикирующих бомбардировщиков. Атакуем! И действительно, ниже нас стороной к линии фронта направляются юнкерсы 87 под прикрытием истребителей. Теперь главное перехватить их до линии фронта. Снова раздается голос Камеско. Орлы! За Родину! В атаку! Командир впереди. Мы за ним. Увеличиваем скорость. Ринулись на группу. На перерез нам мастер-шмидты. Вот они пытаются атаковать командира. Бросают самолет в сторону вражеских истребителей. Заградительная очередь. И враг отворачивает от самолета Семенова. Фашистские стрелки открывают яростный огонь. К нам потянулись трассы. И мне кажется, что больше всего трасс тянется к машине Камеско и к моей. Семенов резко переводит самолет вниз. Сердце у меня замирает. Сбит. Но вот он стремительно идет вверх и снизу атакует Юнкерс. Бьет его в упор с короткой дистанции. Немецкий самолет падает. Бомбардировщики заметались. Мессершмидты усилили атаки. Отбиваю их. Меня надежно прикрывает мой ведомый. Наша главная задача уничтожать бомбардировщики. Пытаюсь атаковать Юнкерс. Зайти к нему в хвост. Он маневрирует, уходит из прицела. Даже не успеваю открыть огонь. То ведомого, то меня атакуют мессеры. Нам истребителям все время приходится вступать с ними в бой. Помогать друг другу и словом, и огнем. Только успевай повертываться. Исход боя решают секунды. В глазах мелькают силуэты наших и вражеских самолетов. Юнкерсы не уходят. Они встали в оборонительный круг. Защищают друг друга. Затем хвост. Стало еще труднее. Проходит еще несколько минут. Для воздушного боя срок немалый. Нам необходимо сбить еще несколько самолетов. Только тогда враг дрогнет. Стараюсь действовать точно и стремительно. Как командир. Его самого я потерял из виду. Зато слышу голос. Бей их, гадов! Под огнем противника снова веду самолет в атаку. Захожу к Юнкерсу в хвост. Сближаюсь. Ловлю в прицел. По-моему, дистанция подходящая. Нажимаю на гашетки. Пушки заработали. А Юнкерс не падает. Снова стреляю. Немецкий бомбардировщик начал маневрировать. Забываю обо всем, что творится вокруг. Вижу лишь Юнкерс и продолжаю стрелять. Решил так. Не собью. Буду таранить. Бей, батя! Прикрываю! Раздается уверенный голос моего побратима, Василия Мухина. Почти вплотную сближаюсь с противником. Юнкерс по-прежнему маневрирует. Нет, братец, теперь не уйдешь. Еще длинная очередь. Самолет вспыхнул и упал в районе западнее Завидовки. Не утерпел и по радио крикнул. Вася! Одного кокнул! Да где же Мухин? Посмотрев влево и даже вздрогнул. От меня отвалил мессершмитт-109. За ним и погнался Мухин. Мне только что угрожала смертельная опасность. Ведь я и не заметил, как в хвост моей машины зашел мессершмитт. Зато Мухин был на чеку и отбил атаку. Мой верный ведомый уже тут занимает свое место. Бой продолжается. На моих глазах упал еще один юнкерс. За ним мессершмитт. Их сбили летчики нашей эскадрильи. Строй вражеских бомбардировщиков рассыпался. Немцы в беспорядке сбросили бомбы на голову своих же войск и покинули поле боя. Раздалась команда Семенова. Сбор! Сбор! Далее Кожедуб описывает еще один бой с юнкерсами. Однако на момент начала схватки боеприпасы закончились. К тому же топливо было на исходе. Но все равно планы немецких летчиков удалось сорвать. Цитирую. Гоняемся за юнкерсами. Появляемся то здесь, то там. Немцы, вероятно, решили, что нас много. И случилось то, чего мы с Васей так добивались. Противник дрогнул. Нервы не выдержали. Фашисты повернули на запад. Горючего у нас с Мухиным хватило лишь на то, чтобы зарулить на стоянку. Быстро вылезаю из кабины. Бегу к Мухину. Обнимаю. Спас ты меня, дружище, спасибо. Нас окружили друзья. Да куда вы запропастились-то? Мухин уже рассказывает, как я зажег самолет, как он отбил атаку, как мы вдвоем гонялись за юнкерсами. А я подтянулся и внешне спокойно, под стать бывалым летчиком, отправился к командиру эскадрильи. Увидев его, даже растерялся. Семенов смотрел на меня из-под лобья, нахмурив брови. Начинаю докладывать. Товарищ командир, младший лейтенант Кожедуб, но командир обрывает меня. Как ты мог от группы оторваться? Почему не выполнил мое требование? Пытаюсь объяснить, но он снова перебил. Молчать. Слушать, когда старшие говорят. Он строго посмотрел на меня, но сказал мягко. Ну, докладывай. Я сбил к юнкерс 87, говорю, зайкаясь. Видел. Ну а дальше-то что? Куда ты делся? Коротко доложил обо всем. И тут Семенов снова вскипел. Вот как, за сбитым гоняешься? В таких сложных условиях надо быть сдержанным, а то в миг собьют. Дерзости у тебя много, это хорошо. Но в бою нельзя отрываться от группы и действовать сломя голову. Стою на вытяжку, растерянно глядя на командира. А он, помолчав, вдруг дружески улыбнулся и протянул мне руку. Ну, поздравляю тебя с первым сбитым. Так и бей их. Да смотри, не зазнавайся и помни мои слова. При всех случаях надо держаться группы и сохранять самообладание.